Элементы все между собой связаны. Существует всего лишь три разновидности связей. Их называют не связи, а их называют волокна. А в психологии они называются связи. Существуют проекционные волокна, ассоциативные волокна и комиссуральные волокна. Это волокна, которые соединяют между собой области головного мозга, доли головного мозга. И головной мозг со спинным мозгом соединяют. А теперь более детально. Ассоциативные волокна или ассоциативные связи это то, что в рамках одного полушария у нас два полушария. Так вот ассоциативные это те, которые соединяют в рамках одного полушария между собой какие-то близлежащие области. Понимаете, вот эти связи, вот эти, там, зрительную область с лобной областью, и, там, лобную область с теменной областью, с височной, височной с затылочной. То есть, ассоциативные связи – это те связи, которые в рамках одного полушария. Их очень много, их миллион ассоциативных связей. Дальше. Комиссуральные связи. Что это за связи? Значит, это, прежде всего, мозолистое тело, то есть, это комиссура, это спалька, переводится спалька. То есть, это комиссуральные волокна, они связывают между собой две доли головного мозга между собой. Вы поняли? Две доли между собой, их очень много. Но все эти связи находятся в рамках мозолистого тела. Это комиссуральные волокна. И дальше, самые интересные, самые интересные, самые длинные связи – это проекционные волокна. Проекционные волокна, значит, пучок горя, пучок бурдаха, самые известные. Значит, проекционные волокна – это те, которые связывают головной мозг, круг головного мозга, с остальным мозгом и со всеми движениями, со всеми двигателями, актами. Мы ходим в тонкие движения, это чаще динамик, статика, понятие. Это все, значит, проекционные волокна. Значит, резко убираем руку – это все, значит, проекционные волокна. И йога в этом аспекте бывает статическая, а бывает динамическая. И если мы… Шаолин – это динамическая йога. Шаолин, ката – это динамическая йога. Йога, которую мы знаем, классическая, это как бы статический элемент. Так вот, статическая йога развивает одни связи, динамическая развивает другие связи. В терминах анатомии, в терминах нейрофизиологии мы можем говорить о пирамидной системе и экстрапирамидной системе. Это связь определенных нейронов. Сейчас не надо об этом говорить, я просто сейчас вам говорю, что йога – это очень серьезная дисциплина, которая помогает человеку ощущать свое тело, и за счет этого, за счет ощущения своего тела, совершенного ощущения своего тела, повышается чувствительность, а потом на каком-то этапе растет этот кристалл, осознанность растет, если дальше двигаться. Потому что можно остановиться на уровне протехары, можно просто стать факиром. То есть можно просто тупо показывать, как ты по стеклам ходишь, как ты огня не боишься, взять и зарабатывать какие-то деньги. Но нам нужно двигаться к осознанности. И к осознанности приводят сумма факторов, сумма разных условий. Это волокна, их очень много. Так вот, задача обучения – развивать эти нейронные связи. А как только мы выучили какую-то новую позу, как только мы выучили какую-то новую позу, раз, значит, новая нейронная связь произошла. Вы понимаете? И где нейронная связь произошла, если мы это делаем? Это проекционный волокна, понимаете? Если мы прочитали какую-то книгу, раз, какие-то связи новые, и чем больше новых связей, чем больше новых связей, тем лучше, потому что импульсы гораздо быстрее идут. Поэтому принцип развития, принцип развития вот этой вот части, как у меня вот этой части, значит, это… СООБЮТЕВЛЕННЫЙ ЗАПЛОГАН пľ Houston ВИВДЦИ capital -М柄- ln отреевик СООБЮТЕВЛЕННЫЙ ЗАПЛОГАН Продолжение следует...